Доброе утро. Решение принимается. В соответствии с правилом 39 временных правил процедуры Совета, я приглашаю господина Ким Вон Су, заместителя генерального секретаря и высокого представителя по вопросам разоружения, принять участие в заседании. Решение принимается. Совет безопасности приступает к рассмотрению пункта 2 повестки дня. Я предоставляю слово господину Ким Вон Су. Госпожа председатель, уважаемые члены Совета безопасности, хотел бы поблагодарить вас за возможность выступить по усилиям в Сирии в соответствии с резолюциям 21.18, 22.35 и 23.19. Но я выступаю перед вами с тяжелым чувством. Со вчерашнего утра я поддерживаю тесную связь с генеральным директором Организации по запрещению химического оружия, АСХО. Кроме того, я в Нью-Йорке встретился с порученным по вопросам Сирийской Арабской Республики. Хочу сообщить о самом последнем инциденте использования химического оружия в Хан-Шейхуне, Идлиб, Сирия. В данный момент мы продолжаем получать информацию, пока не получена полная информация о нападении. Согласно последним сообщениям в СМИ, химическое нападение привело к гибели по меньшей мере 70 гражданских лиц. Более 200 были ранены. Как генеральный директор, так и генеральный секретарь, так и генеральный директор ОСХО осудили самым решительным образом эти сообщения и вновь высказали осуждение о применении химического оружия. Я поддерживаю тесную связь с генеральным директором с момента получения первых сообщений вчера. Он сообщил мне о том, что миссия по остановлению фактов ОСХО занимается активным сбором информации, оценивает сведения из всех доступных источников и будет готова развернуть своих сотрудников в кратчайшие сроки. Если инцидент подтвердится, он будет представлять собой самое крупное нападение с использованием химоружия в Сирийской Арабской Республике с нападением в Восточной Гути в августе 2013 года. Согласно сообщениям, нападение было совершено в форме авиаударов по жилому району. Вместе с тем, средства доставки пока не подтверждены на данном этапе. Кроме того, в сообщениях описаны симптомы, в том числе трудности с дыханием, рвота, головокружение, пена изо рта и сокращение зрачков. Видеоролики доступны в социальных сетях. Как утверждается, они были сняты в местах совершения нападения. Поверенный в делах Сирийской Арабской Республики заявил о том, что его правительство отрицает применение химоружия в данной атаке или в любых других нападениях. А сейчас я хотел бы перейти к ежемесячному брифингу по химической программе Сирии. Во-первых, об уничтожении. На протяжении последних трёх лет после первоначального объявления Сирии все заявленные химические материалы и объекты по производству были ликвидированы или уничтожены. Четыре ангара и семь туннелей были демонтированы. Один ангар и два вышеупомянутых стационарных объекта по-прежнему подвергаются проверке. Работа ещё не завершена, поскольку ситуация в плане безопасности нестабильна рядом с этими объектами. Для того, чтобы завершить работу, ОСХО, Сирийская Арабская Республика и отдел ООН по обслуживанию проектов продлил трёхстороннее соглашение до конца этого года. Второе. По оценке объявлений. Последние три года ОСХО работает с Сирийской Арабской Республикой, оценивает и проверяет объявления. По-прежнему остаётся ряд нерешённых вопросов, связанных с объявлением Сирии. Консультации высокого уровня между ОСХО и правительством Сирии будут возобновлены для урегулирования нерешённых вопросов в Гааге в начале мая. Первая. Инспекция ОСХО в научно-исследовательском сирийском центре состоялась с 26 февраля по 5 марта. Во время проверки инспекторы ОСХО взяли пробы, которые сейчас проходят оценку в лабораториях ОСХО. Третья. Что касается расследований предполагаемых химических нападений. Миссия по установлению фактов ОСХО изучает ряд инцидентов, которые имели место в последние несколько месяцев. Сейчас она завершает свой отчёт. Он будет готов через несколько недель. Если в докладе миссии по установлению фактов будет сделан вывод, что инцидент сопряжён с применением отравляющих химических веществ в качестве оружия, он послужит основой для начала работы совместного механизма по расследованию для того, чтобы привлечь к ответственности виновных в применении веществ. Сейчас начал работу отдела расследований совместного механизма по расследованию. Он базируется в Гааге, поскольку должен быть близко расположен к сотрудникам ОСХО. Он будет готов в полной мере развернуть свою работу, как только миссия по установлению фактов придёт к выводам. Политические и другие вспомогательные структуры совместного механизма в Нью-Йорке также начали работу. Сотрудник связи вскоре будет расположен в Дамаске. Как и в прошлом, надеюсь на то, что все члены Совета безопасности и государства-члены, которые могут это сделать, будут предоставлять информацию и доступ для сотрудников миссии по установлению фактов и совместного механизма по расследованию для сбора доказательств и установления фактов. Госпожа председатель, уважаемые члены Совета, генеральный секретарь глубоко встревожен. Поступающими сообщениями о предполагаемом применении химоружия в Хан-Шейкуне и в других местах в Сирии. Генеральный секретарь напоминает о том, что Совет безопасности неоднократно постановлял, что применение химоружия где бы то ни было представляет собой угрозу международному миру и безопасности, и что применение химоружия представляет собой серьёзное нарушение международного права. Международное сообщество, преисполненное решимости, прилагает значительные усилия. Были направлены три последовательные миссии ОСХО и ООН для того, чтобы положить конец безнаказанности за применение химоружия и предотвратить дальнейшее применение. Несмотря на эти усилия, вызывают глубокую тревогу. Трагические последствия продолжающегося применения химоружия для ни в чём неповинных граждан. Мы признательны Совету безопасности за то, что он относится к этому вопросу в духе единства. В том числе был создан и определена работа механизма. Мы со своей стороны хотели бы заверить членам Совета безопасности в том, что секретариаты ОСХО и ООН будут оказывать всемирную поддержку работе как миссии по становлению фактов, так и совместного механизма для того, чтобы они могли выполнять свои мандаты независимым, беспристрастным и профессиональным образом. Ожидаем продолжения работы и руководящих указаний от Совета безопасности. Благодарю за внимание. Большое спасибо, господин Ким, за вашу работу и за брифинг. Слово членам Совета для заявлений. Слово постоянному представителю Франции. Госпожа председатель, я хотел бы прежде всего поблагодарить американское председательство за то, что вы пошли навстречу нашей просьбе созвать экстренное заседание Совета безопасности. Поздравляем вас также с началом вашего председательства в Совете в этом месяце. Мы благодарим господина Ким Вон Су за его брифинг и за его работу последние два года в качестве высокого представителя по вопросам разоружения. Госпожа председатель, во прошествии шести лет конфликта в Сирии, которые характеризовались самым жутким насилием в отношении гражданского населения, а также сознательным и неоднократным использованием химического оружия сирийским режимом против собственного народа – речь идёт, в частности, о хлоре – мы вновь узнали о гнусной операции в Хан-Шайхуне к югу от Идлиба. И мы не могли не вспомнить жуткий день 21 августа 2013 года, когда режим использовал химическое оружие в Гуте, в пригороде Дамаска. И эти кадры по-прежнему преследуют нас. И вчера произошло то, что не должно было произойти, и это новый шаг в пропасть сирийской трагедии. Факты поражают воображение. Это чрезвычайно тяжкое преступление вновь. Летальные токсические вещества использовались и сбрасывались с воздуха. В результате погибли приблизительно 100 человек или больше от удушья. Из них 10 примерно – это дети. И, возможно, будут ещё жертвы. Симптомы, которые мы видели, это, скорее всего, не из-за применения хлора. Скорее всего, речь идёт о более токсичном веществе. Это самое масштабное злодеяние, совершённое сирийским режимом после августа 2013 года в Гуте, когда погибли более тысячи человек. Госпожа председатель, Франция на самом высоком уровне выразила ужас в связи с этим и решительно осудила это злодеяние. Это новое варварство против сирийского народа, который страдает уже столько лет. Некоторые утверждают, что химическое оружие использовали так называемые террористы. Но я напоминаю вам о простых фактах. Во-первых, не было возгорания, в то время как такой удар должен был привести к возгоранию, которое имело бы ещё более ужасающие последствия для гражданского населения. С другой стороны, это зона, где сирийская армия и авиация действуют. И это были новые удары, которые наблюдались вчера из Идлиба. И, наконец, ответственность сирийских ВВС использованием ими хлора уже подтверждалась неоднократно. И в связи с этим, собственно, и был создан совместный механизм по расследованию с мандатом Совета безопасности. Вчерашние злодеяния добавляются к случаям использования хлора в течение последних месяцев и к многочисленным сообщениям, в частности, в Алеппо в декабре 2016 года. Это иллюстрирует трагически логику саморазрушения режима Башара-Ассада. И если мы будем молчать, то, по сути, мы будем оправдывать эти варварские деяния. Это новое проявление насилия в связи с тем, что пока не будет политического переходного процесса, мы не сможем гарантировать мир и безопасность сирийского народа. Мы не сможем гарантировать возвращение стабильности на Ближний Восток. Необходимо безотлагательно добиться начала политического переходного периода, что, в принципе, Совета безопасности уже одобрил, приняв единогласную резолюцию 2254 и Женевская коммунике. Это принципиальная позиция Франции. Необходимо пролить свет как можно скорее на детали этого гнусного деяния. ОСХО занимается подтверждением этих сообщений. Франция приветствует. Это наша страна полностью поддерживает миссию по установлению фактов ОСХО и совместный механизм ОСХО и ООН по расследованию. Все утверждения в отношении использования химического оружия должны быть предметом расследования и проверки. Но этого недостаточно. Принципиально важно, чтобы виновные в этих деяниях ответили за содеянное и предстали перед судом. Настало время для того, чтобы международное сообщество положило конец этим преступлениям сирийского режима. Никакие политические альянсы не могут оправдать такую ситуацию, при которой мы закрываем глаза на масловые злодеяния и отвлекаем внимание мирового сообщества на другие трагедии. При этом мы отрицаем факты. Россия, как гарант режима прекращения боевых действий, который действует с 29 декабря 2016 года, и в качестве постоянного членов сообщества безопасности, несет особую ответственность, на высоте которой она должна сейчас оказаться, вместе с другими членами Совета. В таком контексте Франция, Соединённое Королевство и Соединённые Штаты выступили с инициативой представить проект резолюции, и мы хотели бы таким образом объединить международное сообщество вокруг жесткой позиции, которая учается в том, что мы осуждаем такие деяния. Речь идёт о неоднократном методическом варварском применении оружия массового уничтожения, в данном случае химического оружия, против гражданского населения. В такой ситуации бездействие – это не вариант. Наш коллективный авторитет в качестве стража международной мировоззапасности, наш индивидуальный авторитет в качестве государств, которые занимаются борьбой с распространением оружия массового уничтожения, сейчас поставлены на карту. Речь идёт о соблюдении норм международного унитарного права, речь идёт о нашей способности восстановить коллективную норму, которая сейчас попирается, норму, которая запрещает применение химического оружия против гражданского населения. И международное сообщество уже давно заявило о том, что запрещает навсегда применение химического оружия. Мы несем коллективную ответственность за сохранение режима нераспространения химического оружия. Это предмет консенсуса в Совете безопасности. Но речь идёт также об опасности для всех режимов нераспространения, которые в течение последних десятилетий мы поступать настроим. Появление этого оружия в Сирии, в том числе в руках ИГИЛ, свидетельствует о безнаказанности. Это чрезвычайно опасный сигнал. Весь арсенал химического оружия в Сирии должен быть уничтожен для того, чтобы защитить сирийское население и сохранить нашу общую коллективную безопасность. Всё-таки наступает момент истины, и мы должны выполнить наши обязанности. Наши ценности, наша безопасность находятся под угрозой. Наши ценности. Как можно не осудить хладнокровное убийство самым жутким образом ни в чем повинных женщин и детей? Это отрицание всех достижений цивилизации. Право. Совет безопасности должен осудить виновных в применении химического оружия. Речь идёт о том, что мы сами эти нормы права создали запрет на использование химического оружия против гражданского населения. Какие легитимные препятствия у вас имеются для того, чтобы осудить тех, кто может привести нас к бактериологическому или химическому апокалипсису? Госпожа председатель, несколько недель назад я в этом же зале призывал нас оказаться на высоте наших обязанностей. Давайте не обманывать себя. Отсутствие консенсуса в Совете безопасности 28 февраля для того, чтобы запретить применение химического оружия сирийским режимом, уже направило мощный сигнал безнаказанности. Гнусное злодеяние в Ханшейхуне – это жуткое напоминание о реальности, о нашей ответственности. Наступил момент для того, чтобы действовать коллективно, сознательно, со всей необходимой твёрдостью. На фоне применения оружия массового уничтожения я питаю надежду на то, что наконец-то мы сможем объединить свои усилия для того, чтобы в унисон подтвердить запрет на применение химического оружия. Мир взирает на нас, и особенно он взирает на тех, кто, защищая незащищаемый режим, становится сообщником в этих гнусных преступлениях. Благодарю вас. Я благодарю представителя Франции. Слово имеет представитель Соединённого Украинства. Благодарю, госпожа председатель. 28 февраля я задал простой вопрос в Совете безопасности. Примем ли мы какие-либо меры в отношении тех, кто применял химоружие в Сирии? В тот день у нас была возможность принять резолюцию, которая предусматривала такие меры. Резолюция, предусматривающая меры против режима Асада и Даеша, которые, как было подтверждено, применяли химоружие за счёт механизма, который мы учредили. Мы могли бы послать чёткий сигнал в тот день о том, что последствия за применение данного химоружия будут из-за нарушения международного права. Чёткий сигнал о том, что в Совете безопасности глобальное единство против любого применения данного вида оружия. Но после того, как Россия и Китай наложили вето, по всей видимости, единственное послание, которое мы направили Асаду, это воодушевление. И сегодня мы видим последствия данного вето. Последствия нарисованы на лицах детей, которые погибают от режима Асада, которые не гнушатся ничем, чтобы цепляться за власть. Сейчас необходимо понять, как мы отреагируем на эти незабываемые изображения детей, которые уже и так много страдали даже до вчерашнего нападения. Как долго мы будем здесь сидеть и притворять, что меры, принимаемые в данном зале, не имеют последствий, что вето не сказывается на жизнях ни в чём не повинных мужчин, женщин и детей? Россия утверждала, что повинна оппозиция, что авиаудар властей был нанесён против оппозиции. Но нет никаких утверждений того, что ничто не оправдывает симптомов, которые мы видели сегодня. Россия утверждает, что недостаточно информации о атаке. Вместе с тем, есть все указания на то, что это было последовательное нападение с использованием воздушного средства на протяжении нескольких часов. Есть все признаки применения нервнопаралитического газа, который привёл к гибели и ранению многих. Если этого недостаточно, чтобы потребовать мер, что тогда необходимо? Лишь одни воздушные силы, которые применяли химоружие, лишь одна сторона конфликта, которую Организация по запрещению химоружия утверждает, что имеются пробелы несоответствия. Конец цитаты в Конвенции по химоружию. Лишь одна сторона, которая по-прежнему не допускает инспекторов на свои объекты. Это не похоже на работу террористов. Это не похоже на действия оппозиции. Применение режимом Асада химоружия представляет собой военное преступление. Хочу чётко заявить, что данный режим, по всей видимости, насмехается над поддерживанием России прекращением огня. Россия заблокировала действия в Совете, утверждая, что это подорвёт процесс восстания. Но единственное, что подрывает данный процесс, это Асад, именно тот человек, которого они защищают. Россия применила всю мощь своих сил, чтобы его поддержать. Это привело к перемещению многих людей. Всё во имя борьбы с терроризмом. И что получила Россия в ответ? Асад унижает Россию на глазах всего мира, интенсифицируя свои нападения, сводя на нет режим прекращения огня. Асад унижает Россию, показывая, насколько пусты обещания Сирии ликвидировать все свои арсеналы химоружия. Если Россия хочет восстановить свой авторитет, ей необходимо присоединиться к нам и осудить данное нападение, призвать ОСХО расследовать инциденты как можно скорее. Нужно присоединиться к нам и призвать к всемирной поддержке команды по расследованию. Она будет поддерживать, а не препятствовать нашим усилиям, помогая жизненно важной работе совместного механизма по расследованию. Дальнейших проволочек быть не может. Необходимо создать руководство данного механизма для того, чтобы у него был потенциал для выполнения поставленных задач. Если Россия этого не сделает, если вернется к прошлому, будет защищать тех, кого защищать нельзя, мы ничего не добьемся. Соединенное Королевство и союзники будут призывать к привлечению к ответственности. Мы продолжим рассматривать другие возможности для принятия мер. Санкции Европейского союза против военных в Сирии показывают, что у нас остаются меры для привлечения к ответственности виновных. Мы можем показать, что применение химоружия сопряжено с последствиями. Но до тех пор, пока Россия не изменит свое поведение, Совет Безопасности будет заблокирован. Это грустные реалии, к которым привык мир. Они рассматривают нас, как дипломатов, сидящих за столом, которые бездействуют. Все из-за неуступчивости России. Но мир не должен питать иллюзий. То, чем Россия занимается в данном зале, не приводит к бездействию. Защита тех, кого защищать нельзя, приводит к страданию. Любое использование вето имеет последствия. Для жителей Каншакуна последствия невыразимы. И в заключение хочу спросить у России, каков ваш план? Как вы планируете положить конец этим бессмысленным нападениям? У нас есть план, была поддержка. Вы же отказались, поддержав Асада. Необходимо прекратить блокировать действия, присоединиться к консенсусу в Совете Безопасности. Наш проект резолюции осуждает нападения и призывает к последствиям. Все 15 членов Совета Безопасности должны быть способны осудить данные и любое другое применение химоружия. Мы надеемся на единодушную поддержку. Благодарю вас. Я благодарю представителя Соединённого Королевства. Слово имеет представитель Боливии. Благодарю вас, госпожа председатель. Совет собрался сегодня в ужасных обстоятельствах. Мононациональное государство Боливия решительно осуждает применение химического оружия или использование химических веществ в качестве оружия. Это преступное, неоправданное деяние, независимо от мотивов, независимо от того, где, когда и кем это совершается. Виновные в применении химоружия должны быть предметом расследования и уголовного преследования. Применение химического оружия – это нарушение международных норм, это угроза международному миру и безопасности. Боливия требует проведения независимого, беспристрастного, полного и последовательного расследования, которое было бы полностью неполитизировано. Мы поддерживаем Организацию по запрещению химического оружия ОСХО и совместный механизм по расследованию ООН, которые в рамках своих мандатов должны выполнять задачи, о которых говорилось выше. Мы решительно осуждаем любые нападения на еще не поминут гражданских лиц или гражданскую инфраструктуру в любом конфликте. И мы напоминаем обязанности всех сторон гарантировать безопасность людей, которые оказались в условиях конфликта. Применение химического оружия – это тяжкое преступление против международной безопасности. Кроме того, мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и всему сирийскому народу. Продолжим наши усилия по восстановлению прочного мира в этой стране. Что касается доклада секретариата ОСХО о процессе проверки ситуации с химическим оружием в Сирии, мы принимаем к сведению, что 24 из 27 объектов, декларированных в СССР, были проверены. И мы надеемся, что оперативная обстановка в Сирии улучшится и позволит проинспектировать остающиеся объекты. Кроме того, все химические вещества, декларированные Сирией, в 2014 году должны быть ликвидированы. И необходимо помнить о готовности сирийского руководства выполнить свои международные обязательства в этой связи. Мы приветствуем то, что совместный механизм по расследованию продолжает укрепление своего оперативного потенциала. И вновь открыл свое бюро по расследованию в штаб-квартире ОСХО в Гааге. И эта работа должна быть как можно более достоверно служащей доверии и тщательной. Мы не хотим, чтобы Совет безопасности использовался в качестве рупора для пропаганды войны. Нет, международное сообщество должно питать к нам доверие. И важно, чтобы Совет безопасности не был пешкой в руках тех, кто хочет войны. Только расследование может установить виновных. И мы считаем, что самый ответственный подход – это не торопить нас. Мы должны, прежде всего, гарантировать независимое, беспристрастное, полное и окончательное расследование, прежде всего остального. Хочу поддержать генерального секторя, который напомнил нам, что в Сирии 7 лет ведется эта война. И страдания сирийского народа только усугубляются. Мы считаем, что долг Совета сейчас и в каждый момент заключается в том, чтобы напоминать о причине этой жуткой войны. Может быть, мы не находились бы сейчас здесь и не сожалели бы об этих 7 годах страданий и войны в Сирии, если бы не было того вторжения в Ирак более 10 лет назад. Это является причиной многих процессов на Ближнем Востоке. Это военная интервенция. И виновные в таких преступлениях тоже должны взять на себя ответственность за это. Надо признать, что интервенции, вторжения, попытки сменить режим – это отрицание всей цивилизации, построенной различными народами мира. Мы в этой связи сожалеем о гибели людей, но мы также призываем Совет к единству и напоминаем, что Совет безопасности – это не рупор для милитаристской пропаганды. Нет, мы должны помнить прежде всего о соблюдении основных принципов Устава ООН. Благодарю вас. Я благодарю представителя Боливии. Слово имеет представитель Китая. Благодарю вас, госпожа председатель. Китай глубоко поражен предположительным применением химоружия в Сирии, которое привело к большому числу погибших. Мы решительно осуждаем любые нападения на гражданских лиц. Китай выступает решительно против применения химического оружия какой бы то ни было страной, организацией и лицом, при каких-либо обстоятельствах. Это наша неизменная позиция. В Сирии имело место большое количество инцидентов с применением химоружия. Это было подтверждено в докладах ОСХО. Требуется провести всеобъемлющие расследования всех, повторю, всех случаев применения химических отравляющих веществ в качестве оружия. На основании достоверных фактов необходимо принять выводы. Жизненно важно привлечь к ответственности всех виновных в применении химического оружия. Сирийский конфликт длится уже седьмой год и привел к большому числу погибших. Китай сопереживает сирийскому народу. Мы призываем все стороны в Сирии положить конец конфликту. Политическое урегулирование – единственный выход из сирийского кризиса. Китай надеется на то, что все стороны создадут условия для политического урегулирования вместо того, чтобы порождать трудности. Китай надеется на то, что международное сообщество воспользуется редкой возможностью и примет меры для политического урегулирования, активизирует поддержку ООН в качестве основного посредника, поддерживает работу спецпосланника Деместуры, призовет стороны придерживаться режима прекращения огня и развивать взаимное доверие. Необходимо придерживаться принципов в женевских переговорах и добиться положительных результатов в рамках политического процесса. Основная тема – это борьба с терроризмом. Международное сообщество укрепляет координацию, унифицирует стандарты и решительно борется со всеми террористическими организациями, включенными в перечни Совета. И в заключение благодарю делегата Соединенного Королевства, который заявил о своей позиции. Я надеюсь на то, что эта позиция окажется состоятельной и приведет к международному консенсусу, что позволит прекратить применение химоружия. Таким образом, Совет будет действовать в интересах сирийского народа. Мы надеемся, что такая практика не повторится в будущем. Благодарю представителю Китая. Слово представителю Японии. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю американское председательство за созыв этого заседания. Я также благодарю ЗГС Ким Вон Су за его брифинг. Япония серьезно обеспокоена продолжающими сообщениями о применении химического оружия в Сирии, в том числе совсем недавно в Идлибе, в результате чего, по имеющимся данным, трагически пострадали более 400 человек. Применение химического оружия недопустимо и заслуживает осуждения в любых обстоятельствах. Виновные во применении химоружия должны быть установлены и привлечены к ответственности. Я считаю, что в Совете есть единство по этим основополагающим моментам. При рассмотрении новых утверждений в отношении Сирии необходимо прежде всего установить использованные схемы оружия и, если это подтверждено, необходимо найти виновных. Применение мер по привлечению к ответственности виновных – это последний и обязательный шаг в выполнении Советом своих обязанностей. Безнаказанность неприемлема. В этой связи Япония приветствует то, что миссия УСХО по установлению фактов уже начала сбор информации по последнему инциденту. Мы настоятельно призываем сирийское правительство и все стороны в Сирии в полной мере сотрудничать с миссией по установлению фактов. А миссию мы просим завершить расследование не только в отношении Длибского инцидента, но и в отношении других недавних утверждений, как можно скорее, с тем, чтобы совместный механизм УСХО по расследованию мог бы провести собственное расследование для установления виновных. Учитывая вышесказанное, возрастает важность усиления координации между этими двумя механизмами и Советом, с тем, чтобы более оперативно реагировать на утверждение о применении химоружия. Для того, чтобы создать ограничивающий фактор, для того, чтобы другие действующие лица не пользовались химоружием, специально важно сейчас заявить, что использование химоружия неприемлемое, и за это наступает вина. Благодарю вас, Италия. Благодарю вас. Прежде всего, благодарю высокого представителя Ким Вон Су за брифинг. Хотел бы выразить признательность за ваше руководство работой в эти сложные годы по решению важного вопроса для международной архитектуры безопасности. Госпожа председатель, Италия потрясена предполагаемым нападением с применением химоружия в Сирии и обстрелами больниц, где на лечении находились больные. Все эти действия шокируют. Мы самым решительным образом их осуждаем, равно как и осуждаем любое применение химоружия, где бы то ни было, кем бы то ни было, при любых обстоятельствах. Эти нападения лишь напоминают о презрении сирийского режима к собственным населениям. Это вопиющее нарушение международного права, включая резолюции Совета безопасности и международной архитектуры нераспространения. Мы приветствуем работу миссии по установлению фактов ОСХО по сбору данных из всех доступных источников. Ожидаем результатов работы. Мы поддерживаем проект резолюции, представленный Соединенным Королевством США и Францией, который призван осудить нападение и обеспечить расследование максимально эффективным образом. Госпожа председатель, до тех пор, пока никто не привлечен к ответственности за эти военные преступления и преступления против человечности, будут оставаться стимулы для совершения подобных действий. Именно поэтому борьба с безнаказанностью, выявление виновных и привлечение их к ответственности должно стать общим приоритетом для Совета, который должен нас объединять, а не разделять. Италия призывала Совет принять меры для привлечения к ответственности и принять санкции против тех, кто повинен по результатам работы совместного механизма по расследованию. После того, как работа в Совете безопасности была заблокирована, 12 марта Италия поддержала меры Европейского Союза против четырех старших военных в Сирии за их участие в применении химоружия против гражданского населения. Кроме того, Италия поддерживает механизм по обеспечению уголовного преследования за преступления, совершенные в Сирии. Кроме того, мы подписали кодекс поведения в отношении действий, связанных с геноцидом, военных преступлений, преступлений против человечности и поддерживаем инициативу Мексики воздерживаться ответа при массовых зверствах. Мы призываем Совет принять меры. Эти преступления, как мы считаем, заслуживают внимания Международного уголовного суда. Неиспирательные нападения на сирийцев продолжают оставаться военным инструментом. Такой подход не только морально неприемлем, он также вводит в заблуждение. Никогда не удастся изыскать военное решение, каким бы привлекательным оно ни казалось одной из сторон. Единственный выход из кризиса – это всеобъемлющее политическое решение на основании резолюции Совета безопасности 22.14, которое будет учитывать необходимость прекратить страдания сирийцев. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что нападения цинично совершены во время окончания жневских переговоров. Спецпосланник Демистура хотел вдохнуть новый импульс в политический процесс, и как раз в это время было совершено нападение. Госпожа председатель, эти атаки также создают сомнения в отношении того, что режим желает выполнять обязательства. Это не изолированный случай. Это один из инцидентов в ряде нарушений прекращения огня, совершенных режимом в последние несколько месяцев. Это поведение разрушает доверие между сторонами на местах, равно как и намеренная блокировка помощи сирийцам, которые без того страдают от трагической ситуации. Прекращение военных действий – это наилучшая возможность отказаться от военных действий. Необходимо обеспечить всемирный гуманитарный доступ. Все мы, и в частности гаранты процесса в Астане, должны выполнять свои обязательства и обеспечить всемирное применение режима прекращения огня в качестве основы для всеобъемлющего политического процесса. Благодарю вас. Благодарю представителей Италии. Слово представителю Египта. Асайедор Раис. Госпожа председатель, Прежде всего, от имени Египта хочу решительно осудить применение химоружия и уму любой стороной. Мы выражаем осуждение, в частности, в связи с подтверждением применения химоружия против наших братьев сирийского народа неоднократно в Сирии по данным совместного механизма по расследованию. Нам непонятно, как такие преступления могут продолжаться незаметно, без привлечения кого-либо к ответственности. Поэтому Египет всегда поддерживал императив привлечения к ответственности любой стороны обязаны за такие бесчеловечные деяния, независимо от мотивов, в том числе по линии Совета безопасности и в соответствии с согласованными нормами и принципами и на основе эффективного механизма расследования. В этой связи хочу выразить сожаление в связи с расколом в Совете и в связи с его неспособностью выйти на такое решение, которое обеспечит привлечение виновных к ответственности, которое будет неполитизированным и не будет поляризовывать общественные мнения на мировой арене. Что касается событий вблизи ИДЛИБа, вчера я призываю все стороны тесно сотрудничать с миссией по установлению фактов. Я призываю миссию как можно скорее установить все факты для того, чтобы совместный механизм по расследованию провел свою работу в исполнении резолюции Совета безопасности. Поэтому мы готовы поддержать любые серьезные решения Совета безопасности в отношении данного и прочих инцидентов и для того, чтобы привлечь любую виновную сторону к ответственности. В этой связи мы считаем необходимым сосредоточиться на вопросе производства, владения и применения любым негосударственным субъектам УМУ. Это реальная угроза для регионов и всего мира, особенно учитывая то, что Совет безопасности не располагает необходимыми правовыми инструментами для того, чтобы нейтрализовать такие угрозы. Госпожа председатель, убийство и нападение на гражданское население – это часть повседневной жизни в Сирии. Это стало нормой, при которой перемещение людей и гибель людей – это просто цифры, которыми манипулируют в политических целях. К сожалению, после того, как Совет смог согласовать параметры политического процесса, в части касающихся химоружия и обеспечения гуманитарного доступа в Сирию, раскол и расхождение между членами Совета, даже по вопросам, которые к Сирии не имеют никакого отношения, вновь поставили под вопрос перспективы урегулирования. Я вновь подчеркиваю необходимость того, чтобы международные механизмы провели все расследования всех военных преступлений, совершенных в Сирии, для того, чтобы виновные понесли ответственность. Необходим честный и сбалансированный подход. И я призываю членов Совета безопасности вернуться к серьезному политическому диалогу, для того, чтобы урегулировать сирийский кризис, и необходимо избежать атмосферы поляризации, конкуренции и взаимных обвинений в СМИ, что характеризует последние годы. Следует помнить, что миллионы сирийских гражданских лиц платят высокую цену, а страны региона в предстоящие годы будут также нести бремя этого кризиса. Благодарю вас. Благодарю вас. Слово имеет представитель Уругвая. Благодарю, госпожа председатель. Уже не первый год мы видим эти кадры из региона. Это уже у нас где-то глубоко в нашем нутре и в нашей голове. И Джозеф Конрад в романе «Heart of Darkness», что экранизировал Фрэнсис Форд Коппола, и это использовалось в фильме «Апокалипсис сегодня», «Ужас, ужас». И именно такой ужас мы испытываем, видя такие варварские деяния. Уругвай самым решительным образом осуждает вчерашнюю операцию. Погибли и женщины, и дети. Дети умирали от удушья. Женщины умирали со своими детьми на руках. И вновь это произошло, и эти кадры из Сирии повторились. Использовался ли зарин или другой нейронопаралитический газ. Это будет установлено, надеюсь, в предстоящие дни в ходе расследования. Независимо от этого, эти кадры никого не оставляют равнодушными. И вновь человечество взирает. Как в Сирии ведется война, а больница, в которой проходили лечения, пострадавшие от химической атаки, подверглась бомбардировке в Сирии, в Йемене, в других местах. Этот сценарий повторяет. Сначала напасть на гражданское население, затем совершить нападение на тех, кто пытается помочь жертвам. Как вчера говорил генеральный секретарь, господин Гутерреш, никто не выигрывает и не побеждает в этой войне. Все только проигрывают и терпят поражение. И прежде всего, миллионы сирийцев, чьи братья и сестры гибнут каждый день. И нельзя допустить безнаказанности, необходимо привлечь к ответственности виновных. Конечно, у нас нет достаточно фактов, известных для того, чтобы показать пальцем на виновных, но, тем не менее, мы можем утверждать, что сирийское правительство несёт первоочередную ответственность за защиту собственного гражданского населения, и правительство несёт основную ответственность за то, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ для миссий экспертов, которые откомандированы в Сирию, для того, чтобы расследовать эту операцию и собрать доказательства. Мы надеемся, что установление фактов пройдёт оперативно, для того, чтобы мы могли уже потребовать привлечения виновных к ответственности. Этот эпизод является частью усиления бомбардировок боевых действий в последние недели, несмотря на режим прекращения боевых действий. И учитывая недавние теракты, в результате которых погибли многие люди, конечно, на фоне этого господин Стаффан де Мистура пытается в то же время собрать за одним столом представителей сирийских сторон, для того, чтобы, конечно, в итоге положить конец этому конфликту. К сожалению, госпожа председатель Сайта безопасности по-прежнему является частью проблемы, а не частью решения. Время утекает, и увеличивается количество погибших и раненых, и страна просто разрушается. На конференции доноров можно собрать сколько угодно денег, но какой смысл, если будет продолжаться уничтожение физической инфраструктуры страны, если тысячи нечемпоминных людей будут продолжать гибнуть, если такие бомбардировки будут продолжаться в полную силу. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю урожайному представителю РУГВА. Слово имеет представитель Казахстана. Благодарю, госпожа председатель. Позиция Казахстана в отношении применения химоружия в Сирии прекрасно известна и не меняется. Мы решительно осуждаем любое применение химоружия и любые другие виды ОМУ, каким-либо ни было государством, организацией, лицом, ни при каких обстоятельствах. Мы были глубоко шокированы этими нападениями в Сирии. Казахстан решительно осуждает эти действия, которые представляют собой ужасающую попытку дестабилизировать ситуацию в стране, пользуясь возможностью выражаем сердечные слова соболезнования. Родным и близким погибших желаем скорейшего выздоровления раненым. Все наши коллективные усилия во избежание дальнейшей эскалации ситуации в Сирии, в том числе продолжающиеся мирные переговоры в Астане и Женеве, рискуют быть подорванными такими провокационными действиями. Любое преступное поведение, которое принимает такие негуманные формы и сопряжено с запугиванием, должно быть классифицировано как террористическое действие, и мы должны решительно с этим бороться. Казахстан призывает ОСХО и ООН незамедлительно провести полное расследование без отлагательств и выявить виновных в этих ужасающих преступлениях. Как мы видим, главным образом мирные граждане продолжают страдать. Преступники сают хаос и страх. Это методика террористических организаций. В свете этого призываем к всемирному расследованию, которое должно выйти за процедурной формальности. Миссия по установлению фактов ОСХО должна напрямую собирать доказательства и принимать все меры для привлечения к ответственности виновных. Госпожа председатель, в этих обстоятельствах, исходя из необходимости полного расследования данных преступлений, нам требуется полное сотрудничество между СМР и миссией по установлению фактов. Мы выступаем за полное раскрытие всех преступлений с использованием химоружия в Сирии. Мы призываем правительство Сирийской Арабской Республики и другие стороны в полной мере расследовать с международными инспекторами ООН и ОСХОМ. Любые задержки в расследовании и привлечении виновных к ответственности приведут к тому, что будут продолжаться данные чудовищные преступления в будущем. Госпожа председатель, благодарю высокого представителя по вопросам разрушения Ким Бон Су за выступление. Вчерашние вопиющие преступления в Идлибе, в Сирии, и сохраняющаяся угроза применения химоружия в стране требуют серьезных решительных действий. Как говорится в докладе, критические вопросы, требующие прогресса для продвижения вперед, к сожалению, остаются нерешенными. Во-первых, это связано с тремя остающимися объектами, уничтожение которых по-прежнему невозможно из-за отсутствия необходимых условий в плане безопасности. Требуется принять безотлагательные меры для решения этой проблемы. Это, в свою очередь, поможет нам сделать так, чтобы все официальные источники, связанные с хранением химоружия, более не существовали. Требуется поддерживать контакт с правительством Сирии. В этой связи ожидаем возобновления консультации высокого уровня Дамаския в мае 2017 года. Надеемся на то, что результаты консультации будут включены в следующий доклад и будут перечислены меры, которые необходимо принять. Второе. Хотелось бы увидеть более решительные оперативные действия со стороны миссии по установлению фактов, которая должна помочь механизму провести расследование новых преступлений. Далее. Взаимодействие между СМР и тремя комитетами Совета безопасности в соответствии с пунктом 4 резолюции 23.19 позволит предотвратить такие преступления. С учетом того, что мандат СМР завершается уже в ноябре этого года, нам необходимо безотлагательно принять все меры для его укрепления. Это необходимо для того, чтобы он своевременным образом завершил все расследования, пока не расследованных преступлений и новых преступлений, совершенных в Сирии. Благодарю вас. Благодарю представителя Казахстана. Слово предоставляется Швеции. Большое спасибо, госпожа председатель. Благодарю за созыв данного заседания в условиях безотлагательности ситуации. Надеемся на то, что будут приняты решительные меры в ответ на случившееся. Мы присоединяемся к другим членам Совета и осуждаем чудовищные трусливые нападения, которые, как утверждается, были совершены с применением химоружия вчера против населения Идлиба. Изображения из Идлиба поистине шокируют. Мы увидели безжизненные тела тех, кто погиб, выполняя свои повседневные задачи. Взяли фотографии задыхающихся детей. Выражаю соболезнования родным и близким погибших и раненым. Мы шокированы этими нападениями. Виновные должны быть наказаны. Кроме того, вызывают ужас нападения на больницы. Применение химоружия является незаконным и представляет собой угрозу международному миру и безопасности. Может представлять собой военные преступления или преступления против человечности. Необходимо безотлагательно расследовать инциденты в Идлибе. Если утверждения окажутся верными, это станет еще одним добавлением к уже подтвержденным случаям применения химоружия и другим серьезным международным преступлениям, совершенным сирийским режимом. Виновные в применении химоружия в Сирии должны быть наказаны в соответствии с резолюцией Совета 2209. Госпожа председатель, в свете событий последнего дня важно, чтобы Совет выступил единым фронтом. Необходимо сделать все возможное для того, чтобы оказать содействие о важной работе ОСХО и СМР. В этой связи Швеция полностью поддерживает проект резолюции, предложенный сегодня утром Соединенному Королевству Франции и США. Необходимо, чтобы миссия по установлению фактов ОСХО незамедлительно установила факты и сообщила результаты в кратчайшие сроки, в том числе выявила злоумышленников. Для того, чтобы успешно выполнить эту задачу, требуется полное сотрудничество со стороны сирийских властей. Это нападение подчеркивает важность того, чтобы Совет сохранял акцент на применении химоружия в Сирии. Как говорилось ранее, сирийские власти должны в полной мере сотрудничать с ОСХО для того, чтобы она подтвердила точность и завершенность объявлений по химоружию в Сирии. Важно заполнить пробелы, устранить несоответствия и расхождения, которые остаются. Мы рады тому, что СМР вскоре начнет работу на полную мощность. Мы ожидаем отчетов с информацией о четырех предыдущих случаях с участием ДАИШ и сирийского режима и информацию по новым случаям, в том числе недавнее нападение. Госпожа председатель, мы будем продолжать свою работу в Совете и в других местах для того, чтобы те, кто повинен в чудовищных преступлениях в Сирии, были наказаны. Швеция внесла свой вклад в СМР и в независимый беспристрастный механизм, который сейчас учреждается в соответствии с решением Генассамблеи. Работа Комиссии по расследованию в Сирии должна продолжаться. Активно поддержали целевые санкции Европейского Союза в отношении лиц, вовлеченных в применение химоружия в Сирии. Госпожа председатель, нападение в Идлебе подчеркивает важность работы данного Совета по прекращению применения химоружия. Мы не можем уклоняться от ответственности, необходимо удвоить усилия. Благодарю вас. Благодарю представителю Швеции. Слово представителю Эфиопии. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю господина Ким Ван Су за его брифинг. Хочу воспользоваться этой возможностью для того, чтобы выразить признательность ему за приверженность делу и самоотверженный труд. В качестве заместителя генерального старая и высокого представителя по вопросам разоружения с июня 2015 года поздравляю также его преемницу, госпожу Изумину Комиссу. Доклад, сообщение о применении химоружия в Идлебе вчера поражает воображение. То, что мы увидели в видеороликах и кадрах, просто терзает наше сердце. Уругвай столь красноречиво выразил наши ощущения при виде этих страданий. Мы выражаем искреннее соболезнование и сочувствие пострадавшим. Мы встревожены повторяющимися сообщениями о применении химоружия в Сирии, включая 8 инцидентов, которые зарегистрированы с начала года. Мы решительно осуждаем любое применение химоружия любым государством или негосударственным субъектам. Применение химических веществ в качестве оружия неприемлемо, независимо от мотивов. Мы согласны с Генсеком в его письме 28 февраля 2017 года. Я цитирую. Продолжающееся применение токсичных веществ в качестве оружия, а также применение химического оружия в Сирийской Арабской Республике ставит под угрозу давнюю норму, запрещающую такое оружие. Применение такого оружия неприемлемо и необходимо положить конец безнаказанности путем установления личностей, виновных и привлечения их к ответственности. Конец цитаты. Мы надеемся, что сообщение об операции в Эдлибе станет предметом расследования со стороны миссии УСХО по установлению фактов, и это расследование будет как можно более эффективным. В этой связи мы приветствуем заявление УСХО о том, что миссия по установлению фактов находится в процессе сбора и анализа сведений из всех имеющихся источников. Что еще более важно, после тщательного расследования виновные должны быть установлены силами совместного механизма по расследованию на основе достоверных доказательств тем, чтобы обеспечить привлечение к ответственности виновных. Принципиально важно, госпожа председатель, чтобы любые решения совета опирались и воспринимались как опирающиеся на достоверные доказательства, с тем, чтобы ни у кого, кто подходит к этому добросовестно, не было в этом сомнения. Продолжающее сообщение о химических атаках в Сирии заставляет нас еще в большей степени поддержать работу совместного механизма по расследованию. Важно, чтобы механизм возобновил свою работу как можно скорее. Без его работы в полную силу СССР будет не в состоянии гарантировать привлечение виновных к ответственности, что, с нашей точки зрения, является императивом с тем, чтобы сдержать любые будущие случаи применения химоружия. Принципиально важно оказать механизму всю надлежащую поддержку с тем, чтобы он смог возобновить свои следственные мероприятия независимо, беспристрастно и объективно. Это позволит восстановить справедливость для пострадавших от химических атак в Сирии. Это также мера по сохранению архитектуры нераспространения, что является фундаментом глобального мировозапасности. Распространение уму возможности выпадания в руки террористов, конечно, вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку это серьезная угроза для мира и стабильности и в регионе, и за его пределами. Такая угроза может быть нейтрализована только в том случае, если политические и дипломатические развязки возобладают. Только всеохватный политический процесс в конечном итоге сможет привести к урегулированию сирийского кризиса и положить конец таким злодеяниям, которые мы видели вчера. Это причина несказанных страданий сирийского народа, не недооценивая трудности, которые перед нами стоят. Мы, тем не менее, отмечаем определенный прогресс в межсирийских переговорах, которые завершились несколько дней назад. Мы с нетерпением ждем брифинга господина Стефана Демистура на следующей неделе. В заключение, мы настроены, госпожа председатель, изучить проект резолюции, предложенный Соединенным Королевством США и Франции ей, благосклонны. И мы убеждены в том, что чем больше единства будет в Совете в отношении принимаемых решений по этому вопросу, тем в большей степени международному сообществу будет проще нейтрализовать угрозу применения химического оружия. Поэтому мы рассчитываем найти точки соприкосновения с тем, чтобы добиться единства в Совете, с тем, чтобы расследование было проведено как можно более оперативно и эффективно. Благодарю вас, госпожа председатель. Я благодарю представителей Эфиопии. Слово имеет представитель Украины. Благодарю вас, госпожа председатель. Прежде всего, благодарю Соединённое Королевство и Францию за просьбу провести сегодняшнее заседание, и председателя за то, что заседание было оперативно созвано. Прежде всего, хотел бы сослаться на заявление министра иностранных дел Украины, выпущенное сегодня в связи с предполагаемым применением химоружия в Сирии, в котором, среди прочего, говорится о применении химоружия кем бы то ни было, где бы то ни было, при любых обстоятельствах. Это вопиющее нарушение международного права и должно подвергнуться решительному осуждению. И те, кто виновен в таких деяниях, должны быть наказаны. Госпожа председатель, продолжают поступать сообщения из Сирии о применении отравляющих химовеществ в качестве оружия. В 2012 году был открыт самый настоящий ящик Пандоры, и до сих пор мы продолжаем наблюдать серьёзные последствия действий и решений сирийского правительства пятилетней давности. Джин выпустили из бутылки, но международное сообщество по-прежнему не может решить, что с этим делать, несмотря на консенсус о том, что применение химоружия неоправдано и нетерпимо. Международное сообщество, включая Совет, многословно красноречиво высказывало о беспокойности и осуждало применение отравляющих химических веществ в качестве оружия. Но на этом всё заканчивалось. Поражает отсутствие конкретных действий и лишь растёт пробел между словами и действиями. Наглядное изображение жертв, пострадавших от отравляющего газа в Идлибе вчера, служит громким призывом к международному сообществу принять меры. Это суровое напоминание для всех нас в данном зале о том, что за любое бездействие необходимо платить. Мирные граждане в Идлибе заплатили самую страшную цену, поскольку Совет не смог прийти к согласию по программе уничтожения химоружия в Сирии. Дети, изображения которых мы видели вчера, задыхались из-за судебоносных решений, принятых в далёких столицах людьми, озабоченными собственными важными повестками. В этих условиях обычная мантра – расследование УСХО, участие СМР, необходимость всемирного сотрудничества со стороны правительства и так далее – звучит пустой и, честно говоря, представляет собой оскорбление народа Сирии. Более того, неспособность Совета принять меры по этому вопросу создаёт превратное представление о том, что виновные в преступлениях могут закрываться ложью и фальсификацией. Сегодня у меня лишь один вопрос. Когда закончится наше коллективное терпение, у которого, по всей видимости, нет границ? И сколько ещё жителей Идлиба должно погибнуть, чтобы мы решили этот вопрос? Госпожа председатель, исходя из твёрдой позиции Совета о том, что применение химоружия – это вопиющее нарушение международного права, мы считаем, что ему необходимо действовать решительно и безотлагательно. В этой связи Украина поддерживает проект резолюции, представленный США, Соединённым Королевством и Францией в качестве сбалансированного и целевого документа, предусматривающего конкретные действия. Надеемся на то, что этот важный документ будет сегодня принят в Совете. Это меньшее, что мы можем сделать для того, чтобы нападение в Идлибе не осталось без внимания. Благодарю вас. Благодарю представителя Украины. Слово представителю Сенегала. Госпожа председатель, наша делегация благодарит Сенегалу и Францию за идею созыва этого заседания. Благодарю вас, госпожа председатель, за согласие это заседание организовать предположительное применение химических веществ или УМУ вчера, 4 апреля. Конечно, это страшный день, который совпал с нашим национальным праздником. В Хан-Шейхуне сотни людей, включая детей, пострадали от удушья. И братскому сирийскому народу мы направляем наши соболезнования, а раненым мы желаем скорейшего выздоровления. Я хотел бы поблагодарить нашего докладчика, господина Ким Вон Су, за его объективный и четкий брифинг. Я также благодарю его за то, что он провел осторожность и встретился при этом с постпредом Сирии в Нью-Йорке. И ОСХО уже занимается анализом информации всех возможных источников с тем, чтобы установить те, кто несет ответственность. Как вы напомнили, 28 февраля ничто не может оправдать применение химического оружия или химических веществ в качестве оружия, где бы то ни было, кем бы то ни было, включая Сирию, зону конфликта и в особенности против гражданского населения. Именно по этой причине Сенегал, исходя из своей принципиальной позиции и в качестве государства-участника Конвенции о запрещении химического оружия, решительно осуждает применение любых уму, включая химическое оружие, как это, похоже, имело место вчера вблизи Идлиба, в Ханши-Хуне. И это варварское деяние в прошествии стольких лет войны в Сирии демонстрирует, что по-прежнему востребован совместный механизм по расследованию ООН и ОСХО. И мы призываем сотрудников механизма объективно, беспристрастно выполнять свой мандат в соответствии с резолюцией 23.19, потому что касается расследования таких неприемлемых случаев применения химических веществ в качестве оружия. Необходимы консультации между ОСХО и компетентными органами власти в Сирии. Необходимо проанализировать декларации, в том числе силами миссии по установлению фактов. Негосударственные субъекты, включая ИГИЛ и бывший фронт Ан-Нусра, могут также воспользоваться химоружием вблизи Идлиба. Для того, чтобы это не произошло, мы должны обеспечить сотрудничество стран, включая страны региона, в интересах полного запрещения химического оружия и в Сирии за её пределами. Мы призываем всех членов СССР вернуться к духу консенсуса и сотрудничества, которого возобладал при принятии резолюции 21.18 в 2016 году и 23.19 в 2015 году. И мы уже смогли добиться значительных успехов в проверке деклараций сирийских властей в отношении химического оружия. И мы должны сейчас воспользоваться результатами расследования, совместным механизмом по расследованию, который выполняет весьма сложные задачи. И мы убеждены в том, что только переговорное политическое решение возможно, в том числе на основе Женевского коммуникея. Только таким образом можно прийти к окончательному разрешению этого конфликта, который имеет катастрофические гуманитарные последствия. Необходимо пролить свет на причины, происходящего в Сирии. Мы приветствуем завершение пятого раунда межсильских переговоров в Женеве. И мы надеемся, что астанинский процесс позволит закрепить субстантивные наработки четвертого раунда, включая принципиальный вопрос в качестве конституционной реформы. Это конституционная реформа, политический переходный период и проведение выборов под надзором ООН. Тем временем госпожа председатель Сенегал призывает к скорейшему расследованию того, что предоставил вчера в Идлибе. Мы рассчитываем на скорейшее установление личностей виновных. Миссия по установлению фактов уже находится на местах. Будем ждать результатов. И Сенегал полностью поддерживает и миссию по установлению фактов, и совместный механизм по расследованию. Благодарю вас. Я благодарю представителя Сенегала. Слово имеет представитель Российской Федерации. Благодарю вас, госпожа председатель. Мы признательны делегации Соединённых Штатов за возможность в открытом формате и откровенно обсудить животрепещущую тему использования отравляющих веществ в контексте сирийского конфликта. Интерес к таким событиям, к сожалению, носит ярко выраженную идеологическую окраску. Он тесно вплетён, признаем прямо, он тесно вплетён в канву антидамасской кампании, которая никак не доберётся до своего заслуженного места на свалке истории. Когда же только появляются ноты реализма, когда начинает набирать динамику политический процесс в Астане, в Женеве, тогда по интересной закономерности происходят разного рода инциденты. Последний пример – трагедия в Ханшейхуне. По нашим данным, сирийская сторона обращается в техсекретариат ОСХО с просьбой о направлении в Сирию миссии по установлению фактов для расследования данного инцидента, а также миссии ОСХО быстрого реагирования и помощи. Нет нужды повторять, что Российская Федерация придерживается чёткой и однозначной позиции. Использование химического оружия, кем бы то ни было, абсолютно недопустимо, ни при каких обстоятельствах. Виновные в совершении подобных преступлений должны быть привлечены к ответственности. Коснёмся генезиса проблемы. Водоразделом в истории с применением в Сирии токсичных химикатов, а затем уже и полноценных отравляющих веществ, послужили инициированные предыдущей администрацией США так называемые «красные линии», за пересечением которых должно было бы последовать военное вмешательство во внутрисирийский конфликт. Данное решение послужило отправной точкой для последующих провокаций террористических и экстремистских структур с использованием химоружия. Они стремились дискредитировать официальный Дамаск и дать повод для применения военной силы против суверенного государства. Тогда наши западные партнёры предпочитали отмалчиваться, в том числе с поступившим от Дамаска в марте 2013 года запросом на расследование применения боевика «Мизорина» в пригороде Алеппо-Ханалясали. Надеемся, что этого на этот раз не повторится. Именно это бездействие подвигло чувствующих свою безнаказанность боевиков на более масштабную акцию 21 августа 2013 года в Восточной Гути, когда вновь был применён «Зарин». Кстати говоря, эта акция была приурочена, когда я сказал про интересную закономерность, к первой миссии в Сирию группы с профессором Сёльстрымом. Пытались возложить ответственность за атаку на правительственные войска. Не получилось, потому что благодаря проявленной Дамаском доброй воле совместным усилиям России и США при поддержке мирового сообщества основные цели по химической демилитаризации Сирии удалось успешно реализовать. Когда стало очевидным, что правительство Асада и беспрецедентно сжатые сроки и в сложнейших условиях вооружённого конфликта справилось с задачей ликвидации своих химических арсеналов, последовали информационные вбросы о применении в Сирии хлора в качестве химоружия. С учётом данного обстоятельства, согласие Дамаска была учреждена миссия по установлению фактов ОСХО, призванная оперативно реагировать на такого рода инциденты. Но на деле эта миссия ни разу не посетила места предполагаемого применения хлора для проверки. Было положено начало порочной практике в работе миссии по установлению фактов, а затем и совместного механизма по расследованию случаев применения в Сирии химоружия, когда за чистую монету стали приниматься сфабрикованные сирийской оппозиции и сочувствующими ей НПО сведения о мнимом использовании хлора правительственными войсками. Об объективном расследовании никто даже не помышляет. Если у кого-то остаются в сомнении в том, что кадры предполагаемых инцидентов, в частности в Сармении, были заранее срежиссированы, достаточно обратиться к видеорядам, заснятым по данному сюжету. Псевдогуманитарные организации, которые некоторые в этом зале прославляли белые каски, так и Нусрой, в которых фигурируют одни и те же актеры-корреспонденты. Налицо тот факт, что белокасочники тесно связаны с этой террористической организацией. А может быть, фабрикацией материалов занимались те, кто, крича о гуманитарной катастрофе в Восточном Алеппе, забивал склады в этой части города медикаментами и продуктами, когда население голодало. Я спросил их здесь в ООН, это правда? Они сказали, да, правда. А почему? Потому что готовились якобы к долгосрочной осаде. Вы представляете себе уровень цинизма? Вот кто дает материалы. И на этих материалах нужно делать выводы. Эксперты ОСХО подтвердили, что такие террористические группировки, как Исламское государство, Нусра, производят полноценные боевые отравляющие вещества, и притезарин регулярно применяют их в Сирии и в Ираке. Кстати, с такими выводами согласно и западное разведывательное сообщество. Мы неоднократно аргументировали нашу позицию в СБ относительно предварительных результатов расследования по линии совместного механизма расследования. Во многом еще предстоит разобраться. И именно поэтому мы согласились на продление мандата механизма еще на один год. Должно быть проведено тщательное и деполитизированное расследование случаев применения химоружия, опирающиеся на достоверные и проверенные факты. Последующая деятельность механизма должна быть расширена географически. Его мандат должен быть наполнен реальным антитеррористическим содержанием, что предусматривается резолюцией СБОН. И не надо нас ссорить с правительством Ирака и другими региональными странами. Не надо нас ссорить. У нас в регионе Ближнего Востока прочные позиции. Нам доверяют. И то, что мы делаем, это в помощь Багдаду, а не против него, как вы утверждаете. Должны быть в рамке какого-то приличия. Глубоко обеспокоены тем, что некоторые государства уже сейчас манипулируют предварительными итогами деятельности совместного механизма расследования. Апофеозом такого безответственного подхода стало вынесение на голосование 28 февраля проекта санкционной резолюции по главе 7-й устава. Причем на фоне, когда политический процесс в Астане и Женеве очень успешно работал. Вы создали искусственную провокацию в СБ. Даже не удосужившись пояснить, с какой целью вы ставите его на голосование. Проблема химического терроризма остается. И если бы два года назад внимательно отнеслись бы к российско-китайской инициативе по соответствующему проекту резолюции, сегодня ситуация была бы радикально иной. Нет, проигнорировали. Теперь, отвечая на вопрос посла Великобритании господина Райфрофта, есть ли у России план? Есть и не один. Есть и не один. Первый план, конечно, бороться с терроризмом. Второй план касательно вашей резолюции. Особой необходимости в принятии резолюции на данном этапе мы не видим. Ранее принятые решения вполне достаточны для проведения тщательного расследования инцидента. Но если кому-то из членов СБ новая резолюция представляется желательной, необходимой, она должна выглядеть совершенно иначе. В преамбуле нужно было бы указать, что Совет с глубокой озабоченностью встретил сообщение о массовой гибели людей в результате отравления химвеществами в Ханшейхуне. В преамбуле же указать, что это диктует необходимость проведения полноценного расследования с целью выяснения, что на самом деле произошло и кто несет ответственность. Постановляющую часть в преамбуле также надо осудить применение химоружия кем бы то ни было. Постановляющую часть следовало бы ограничить одним пунктом к призывам в месте установлению фактов в полном объеме расследовать на месте сообщения об инциденте при обязательном условии, что персональный состав следователей будет представлен СБ на рассмотрение и будет носить географически сбалансированный характер. Здесь же следует предоставить требования к вооруженным группировкам, незаконным вооруженным формированиям, контролирующим район инцидента, контролирующим район инцидента, предоставить полный и безопасный доступ следователям к местности и необходимой им информации. Главная задача сейчас объективно разобраться в том, что произошло, пока все фальсифицированные сообщения на эту тему исходят из упомянутых мою раннюю белых касок и базирующейся в Лондоне Сирийской консерватории по правам человека. Эти структуры, впрочем, давно и напрочь себя дискредитировали, принимать на основе их сообщений какие-либо далеко идущие решения непрофессионально нельзя. Отмечаем одновременно противоречивый характер поступающих сообщений об инциденте. Белые каски путаются в показаниях, все время меняют версию произошедшего, говорят о бомбардировках, то ли с вертолетов, то ли с самолетов, заявляют то о применении хлора, то зарина, меняют данные о количестве пострадавших. На видео и фотоматериалах, размещенных в социальных сетях, видно, что помощь пострадавшим оказывают представители белых касок, не имеющих надежных средств защиты и действующих крайне непрофессионально. Обращает на себя внимание слишком спокойное поведение представителей данной организации в чрезвычайных условиях. Это создает твердое впечатление о постановочном характере видеоматериалов. И вся затея носит явно провокационный характер. Кстати говоря, упомянутые противоречия нашли отражение и в представленном проекте резолюции. Например, в пункте 2 преамбулы выражается ужас в связи с инцидентом, который подается как установленный факт. При этом в пункте 3 постановляющей части ставится задача установить, а имел ли вообще место данный инцидент. Ну вы смотрите, что пишете. Иными словами, проект готовился в спешке и отличается крайней небрежностью. Скажем прямо, предлагать Совету Безопасности одобрить такой тест, ну просто неприлично. Что касается предполагаемого инцидента, произошедшего на территории, которое с 2014 года контролируется террористами из Нусры, то действительно, в период с 11.30 до 12.30 местного времени 4 апреля сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины Хамшейхуна по крупному складу боеприпасов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Фугасы эти предназначались для использования на территории Ирака, а также в Алеппо. Их применение в одноименной провинции было зафиксировано в конце прошлого года российскими военными специалистами. Симптомы отравления в Хамшейхуне на видеокадрах в соцсетях точно такие, как были осенью прошлого года в Алеппо, когда все факты применения химоружия вместе с отобранными в этом городе пробами грунта были запротоколированы и переданы в АСХО, где они до сих пор продолжают изучаться. Ни шатка, ни валка. Очевидно для нас одно, что химический терроризм набирает обороты и ему надо противодействовать самым решительным образом. К сожалению, все наши попытки добиться в последние три года реакции со стороны Совета Безопасности на преступления террористов, все более регулярно применяющих им оружие, не увенчались успехом. Из-за позиции западных коллег. Характерно, что они и совершенно равнодушно отнеслись к последней вылазке террористов в Масуле, а этот факт был подтвержден такими авторитетными и бесперестрастными международными организациями, как Красный Крест. Я должен привлечь ваше внимание к заявлению генерального секретаря ООН. Он призвал тщательно разобраться в том, что действительно произошло в Ханшейхоне. Мы такую позицию полностью поддерживаем. Причем расследование должно быть полноценным и объективным. И пора кончать с негодной практикой дистанционных следственных действий на основе информации, которую черпают некоторые, в том числе миссия по установлению фактов из интернета и из опросов в соседних Сирии странах, которые заведомо, эти данные заведомо не поддаются доказательствам. Любая следственная структура, в том числе миссия по установлению фактов, должна выехать на место применения химоружия в Сирии, использовать весь спектр соответствующих методик, включая отбор проб, судебно-медицинскую и криминалистическую экспертизу. На важность такого серьезного и профессионального подхода обращалось внимание в четвертом и пятом докладах совместного механизма расследования. Подскажу пункты 49 и 11 соответственно. Команда следователей, еще раз акцентирую, должна носить по своему составу подлинно интернациональный характер в соответствии с зафиксированным в уставе ООН принципов широкого географического представительства. В своем нынешнем виде миссия по установлению фактов этому основополагающему принципу совершенно не отвечает. Ее выводы нельзя назвать беспристрастными. Еще хотел бы сказать об одном. Абсолютно в очередной раз абсолютно безответственное, неуважительное, непрофессиональное заявление по спредо Великобритании. Оно объясняется тем, что вы ничего не делаете для нормализации обстановки в Сирии. Вы же ничего не делаете. Правда, делаете одно. Вбрасываете в СБ провокационные проекты. А, кстати говоря, ведь еще оказываете одностороннее давление на совместный механизм расследования, не скрывая при этом ваших действий, выжимая выводы, которые вам нужны. И вообще, за рамками дипломатического приличия, господин Райкрофт, ваши сентенции по России и Китаю это категорически неприемлемо. Повторяться этого не должно. Слушать мы этого больше не будем. Вы лучше бы отчитались о том, что Великобритания делает в сфере урегулирования обстановки в Сирии. Задаете вопросы России и Китаю. У вас-то какая-то ответственность есть? Нет. А все одержимость смены режимов. Именно эта одержимость смены режимов. Мешает конструктивной работе Совета Безопасности. Это вы пренебрегаете местом в Совете Безопасности, поскольку пытаетесь осветить решением СБ ваши незаконные планы. Не получается и не получится, пока не смените пластинку. И не надо пытаться нас еще раз ссорить с народами Сирии, Ирака и другими народами Ближнего Востока. Я думал, что английская дипломатия с этими рудиментарными методами давно рассталась. Вот над этим предстоит серьезно задуматься. Повторяем, ни сирийский кризис, ни другие мировые проблемы, включая агрессивный терроризм, нам не решить без реального объединения усилий. Мы к коллективной работе готовы. Спасибо, госпожа председатель. Благодарю представителя Российской Федерации. Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Соединенных Штатов. Было интересно выслушать российского коллегу о независимых расследованиях и об их важности, поскольку Совет безопасности определил, каким должен быть совместный механизм и что он должен делать, и было проголосовал по нему единогласно. Совместный механизм установил, что сирийское правительство совершало нападение с применением химоружа против собственного населения три раза. Сейчас же нам не нравится то, что делает совместный механизм по расследованиям. В работе ООН иногда мы вынуждены выходить из рамки простых слов. Иногда мы должны принимать коллективные действия. Совет безопасности считает себя поборником мира, безопасности и прав человека. Мы не будем заслуживать такого описания, если не примем сегодня мир. Вчера утром мы увидели фотографии детей с пеной изо рта в конвульсиях, которых несли отчаявшиеся родители. Мы видели безжизненные тела, некоторые до сих пор в подгузниках с заметными шрамами из-за атаки с применением химического оружия. Прошу вас посмотреть на эти фотографии. мы не можем закрывать глаза. Мы не можем уклоняться от ответственности принять меры. Мы пока не все знаем о вчерашней атаке, но многое мы уже знаем. Нам известно, что вчерашняя атака имеет все признаки применения режимом Асада химического оружия. Мы знаем, что Асад использовал химоружие против сирийского народа раньше. Это было подтверждено собственной независимой командой по расследованию Совета. Мы знаем, что вчерашнее нападение было самым низким деянием даже для варварского режима Асада. По сообщениям, сейчас Асад использует даже больше смертоносных химических отравляющих веществ, чем раньше. Газ, который был сброшен вчера с воздуха, был более смертоносным, и в результате мужчины, женщины, пожилые и дети задыхались и не могли дышать. доктора, медсестры ринулись к пострадавшим, и в это время был сброшен второй раунд. Они умирали медленно и страдали, спасая мирных граждан. Все мы знаем также, что несколько недель назад Совет пытался привлечь Асада к ответственности за то, что он задушил собственный народ при помощи химоружия. Россия этому помешала. Она предпочла закрыть глаза на варварские деяния. Они выступили против сознания мира. Россия не может избежать ответственности за это. На самом деле, если бы Россия выполняла свои обязанности, не было бы химического оружия, которое мог бы применить сирийский режим. Кое-что еще мы знаем. Нам известно, что если ничего не предпринять, подобные инциденты продолжатся. У Асада нет стимулов прекратить использовать химоружие до тех пор, пока Россия продолжает защищать его режим. Я настоятельно призываю коллег по совету. Мы регулярно высказываемся в поддержку мирного процесса, который регулярно подрывается режимом Асада. Раз за разом Россия прибегает к той же самой логике, отвлекает внимание от своих союзников в Дамаске. Раз за разом, без каких-либо фактических обоснований, Россия пытается переложить вину на других. Здесь есть одна истина, которую необходимо озвучить. Она заключается в том, что Асад, Россия и Иран не заинтересованы в мире. Незаконное сирийское правительство во главе с человеком без совести совершает невыразимые злодеяния против собственного населения шесть лет подряд. Асад дал понять, что он не хочет принимать участие в предметном политическом процессе. Иран укрепил военные силы Сирии, а Россия защитила режим от санкций. Если Россия имеет влияние, которое она, как утверждает, имеет в Сирии, мы хотели бы, чтобы она его применила. Необходимо положить конец этим ужасающим деяниям. Сколько еще детей должны погибнуть, прежде чем это затронет чувства России. Вчерашнее нападение – это оскорбление высочайшего уровня. Вопрос, который должны задать себя члены Совета, звучит так. Если мы не сможем обеспечить соблюдение резолюций, препятствующих применению химоружия, что это будет говорить о наших шансах положить конец конфликту в Сирии в целом? Что это будет говорить о прекращении страданий сирийского народа? Если мы не сможем обеспечить соблюдение резолюций, предупреждающих применение химоружия, что это будет говорить о нашей эффективности в данной организации? Если мы не готовы действовать, тогда Совет продолжит созывать заседания, месяц за месяцем будет выражать осуждения в связи с применением химоружия, но они не прекратятся. Конфликт в Сирии будет продолжаться, будут поступать другие фотографии, которые невозможно забыть. Вначале я сказала, что в истории ООН мы иногда должны принимать коллективные меры. Сейчас же добавлю кое-что еще. Когда ООН постоянно не способна принять коллективные меры, возникают моменты в истории государств, когда они вынуждены принимать собственные меры. Ради жертв, надеюсь, остальные члены Совета поступят таким образом. Необходимо дать понять, что применение химоружия недопустимо. Благодарю вас. Вновь беру на себя функции председателя Совета. Слово имеет представитель Сирийской Арабской Республики. госпожа председатель. Некоторые члены Совета сегодня сделали заявление, которое вновь доказали. Однозначно, что моя страна, Сирия, является жертвой реальной агрессии. Одновременно это две агрессии. Первая агрессия это со стороны постоянных членов Совета Безопасности. Вторая агрессия это марионеточная деятельность террористических вооруженных формирований, которые действуют по научению отдельных членов Совета Безопасности. Они сфабриковывают доказательства, которые используют некоторые члены Совета Безопасности. Это уже давняя практика. Это началось еще с АМУ, которая якобы существовала в Ираке. Мы постоянно слышим ложные обвинения в отношении использования сирийскими вооруженными силами химического оружия, в частности, вчера в Ханшейхуне. Мы хотели бы заявить, что сирийская армия не имеет в своем арсенале никакого химического оружия. Мы никогда не будем его использовать, никогда его не использовали. Мы принципиально осуждаем преступления применения химического оружия или любого другого вида уму любой стороной, независимо от того, где, когда и при каких обстоятельствах и по каким мотивам это имело бы место. Это преступление против человечности. Это безнравственно, это не имеет оправдания, и это наши твердые принципы. Исходя из этих принципов, мы присоединились к ОСХО, мы выполнили все наши обязательства по конвенции, потому что мы убеждены в том, что Ближний Восток должен быть зоной свободной от ядерного оружия. Мы проявили полную ответственность и обеспечили максимальную транспарентность в рамках соглашения между моей страной и ОСХО и ЮНОПС. Политизированные обвинения в адрес моей страны и в адрес нашей борьбы с терроризмом постоянно повторяются. А СМИ доносят информацию, которая поставляется террористическими организациями, включенными в соответствующие списки Советов безопасности. Некоторые члены Советов безопасности и Турция продолжат практику, которая нацелена на то, чтобы разрушить нашу репутацию как борцов с терроризмом. Они пытаются подорвать Женевский процесс и любые перспективы мирного урегулирования, даже ценой жизни детей и женщин, которые являются жертвами терроризма на территории Сирии. Правительства некоторых стран хором обвиняют Сирию без каких-либо доказательств. И это может вернуть нас в расследовании химического досье Сирии к отправной точке. В то время как Сирия проявила максимальную открытость в самом начале 31 марта 2017 года представители нашего руководства заявили господину Стефану Домисторе о том, что Сирия беспокоена тем, что вблизи Дамаска и Длиба имеются склады химических веществ, которые могут использоваться в качестве оружия против гражданского населения. И я хочу напомнить Совет безопасности, что наше правительство направило более 19 писем буквально несколько назад в последний раз в Совет безопасности и в Комитет 1540, а также в Высоком Представителе по вопросам разрушения и в Совместный механизм по расследованию. Эти письма включали в себя документы, доказывающие нахождение в руках представителей ИГИЛ токсичных веществ, которые получены через турецкую территорию в частности. Мы считаем весьма странным то, что это совпадает с проведением международных конференций по Сирии или когда ведутся межсирийские переговоры в Астане и Женеве. Эти процессы почему-то совпадают с нападением гражданского населения в Сирии. кто-то пытается эксплуатировать такие ситуации. Для СМИ фабрикуются сюжеты, которые распространяются во многих странах. Здесь нет никакого здравого смысла, здесь нет желания объективно установить факты. они даже не задумываются на минуту о том, кто может выиграть от применения токсичных веществ против гражданского населения. Ответ очевиден. Главный бенефициар это те режимы, которые уже более шести лет ведут эту борьбу с Сирией. Теперь же эти режимы пытаются спасти вооруженные формирования и альянсы вооруженных формирований, которые в свою очередь пытаются подорвать политический процесс в Женеве и Астане. И только так можно объяснить заявление председателя Совета безопасности в марте. Он говорил, что будет возражать против любой резолюции, которую могут представить Россия или Китай, в которой упоминалось бы нахождение в руках террористов в Сирии и Ираке химического оружия. Вместо этого по научению бывшего министра основного дел Фабьюса были сфабрикованы доказательства о применении сирийскими войсками химического оружия в Гуте в 2013 году. Франция политически, юридически и нравственно несет ответственность вместе с вами сообщниками за этот незаконный международный заговор по ударам погранского населения, по уничтожению инфраструктуры. Я хочу напомнить, как французские самолеты в Тухан-аль-Кубре вблизи Алеппо в июле 2016 года провели мощный удар. И недавно был удар международный коалиции в Близираке, где десятки гражданских людей погибли, была уничтожена инфраструктура, мосты. В заключение наше правительство категорически отвергает все сфабрикованные обвинения в наш адрес. В то же время наше правительство подтверждает, что будет в противополнить свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия. И в нашей борьбе с терроризмом, который продолжится, мы будем неустанно бороться с терроризмом, несмотря на действия тех, кто пытается в своих узких целях эксплуатировать страдания сирийского народа. Благодарю вас. Благодарю, уважаемые представители Сирийской Арабской Республики. Список ораторов исчерпан. Заседание закрывается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...